Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни. Поговорим сегодня о принятии, о том, от чего и почему мы отказываемся. Есть такое понимание, когда человек что-то принимает, у него наступает такое вот состояние, когда он чувствует наполненность, цельность. Он чувствует, что это как бы растворяется в нем, и он в этом. То есть принятие это, когда вы можете чувствовать, что то, что происходит, оно происходит во благо. Но бывает такое, что многие вещи в жизни мы не хотим принимать. Хотим отказаться от этого, куда-то выкинуть, отдалиться, уйти. И таких вещей достаточно много накапливается. То есть это могут быть и взаимоотношения с близкими людьми, или тема, например, сексуальности, денег, или, например, здоровья. Мы не хотим смотреть на то, что нас волнует, и отодвигаем это в долгий ящик. А потом оно все равно приходит к нам, и приходится с этим разбираться. Так и лучше ли сразу посмотреть на это и разобраться, что же, откуда это. Мы чувствуем вдруг какие-то влияния на нашу жизнь, которые приходят неожиданно, потом уходят, потом снова приходят. И я занялся целью понять, что происходит в жизни. То есть откуда это все, почему приходят те или иные вещи, откуда они идут, и как они проявляются, как можно их уладить, самое главное. Что такое улаживание? Это когда можно проследить, откуда идет этот поток, это воздействие, почему это появляется в вашей жизни. И справиться с причинами этого. То есть если, например, в вашей жизни появилось какое-то ощущение беспокойства, то, вероятно, у него есть причина. То есть что-то побудило, что-то включило его в настоящем времени. Но когда вы оследите это глубже, до прошлого, до того момента, когда это все началось, то вы проследите его до какой-то психотравмы. То есть когда была какая-то реальная физическая боль или насилие, или это была бессознательность, совокупность этих факторов, угроза выживания. И вот тогда, когда вы нашли этот случай, вы перепроживаете его, и оттуда уходит вот эта вся боль и бессознательность, и состояние улучшается. И тогда беспокойство уходит. И вот именно в этот момент наступает принятие. То есть что такое получается в данном случае принятие? Это когда вы убрали весь этот негатив, на который не хотелось смотреть, который хотелось отодвинуть, убрать из жизни, не видеть его и так далее. Но тут вы чувствуете, что теперь вы можете это принимать. То есть теперь это стало, как часть у вас интегрировалась, и вы не отодвигаете это куда-то далеко, а полностью принимаете это и понимаете, почему это произошло. Вот это очень важный момент. Когда наступает такое принятие, то вам не нужно как-то себя сдерживать или заставлять. Вы чувствуете, что все хорошо, все здорово, и что то, что произошло, оно было для чего-то нужно. И вы на самом деле через зазорение к вам приходит это понимание, почему это пришло в вашу жизнь и как это повлияло на нее в дальнейшем. И теперь, когда вы смогли это сделать, да, теперь это влияние убрано. И теперь уже это не влияет на вашу жизнь. То есть вам нет необходимости испытывать беспокойство, страх или какие-то другие негативные эмоции. Таким образом можно избавиться от непринятия, от каких-то ненавязчивых стремлений, привязок в жизни. То, что мы называем или умственными блоками, или какими-то тараканами в голове. То есть то, что мешает нам, по сути, жить счастливой жизнью. И каждый человек может это сделать. То есть для этого не нужно что-то сверхъестественные способности или что-то в этом роде. Для этого достаточно намерения очищать свой разум, свое сознание. И вот я задался этой целью именно делать это. Когда я познакомился впервые с процессингом, а это было около 20 лет назад, я понял, что тут есть такая очень важная вещь, что тут нет какой-то навязывания, каких-то верований, что нужно во что-то верить. А в том, что я могу достигать вот этого принятия жизни и понимания ее путем индивидуального анализа. То есть вот этого перепроживания и прохождения через случай. И когда получаешь эти озарения, то действительно понимаешь, что жизнь, она состоит просто из этих озарений. Просто мы их закрываем от себя. Живем обычной жизнью и думаем, а-а-а, все как-то само собой рассосется. А нет, наступают сложные времена и начинаешь думать, что нет, так не произойдет, что все само собой не рассосется. И тогда бывают самые сложные времена, понимаешь, что нужно что-то сделать. Начинаешь это делать и тогда наступает настоящее состояние исцеления. Потому что твоя готовность, это самое важное, твоя готовность двигаться по пути совершенствования и исцеления. Поэтому если у тебя есть эта готовность, то я буду рад, если ты напишешь. И мы сделаем бесплатную консультацию для того, чтобы лучше разобраться в своем состоянии. Контакты будут указаны под этим видео. И конечно же, если видео было вам полезным, то ставьте палец вверх, это отметка нравится. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с вашими друзьями. Колокольчик для напоминания о новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно. А сейчас посмотрите те видео, которые я записал о процессинге, которые помогут вам лучше изучить эту тему и понять его. Они сейчас появятся, смотрите их здесь. Всего вам доброго!